Всем-всем-всем привет, мои дорогие друзья! Наверное, мои постоянные и давнишние зрители узнали этот дом, у которого сейчас я нахожусь. Ну, а новенькие сейчас тоже все узнают, зачем я сюда приехала. Дом, который мы с вами сегодня будем смотреть, вернее два дома, находится в деревне Ищельняны, которая расположена от Щучино в 25 километрах, от города Лида в 40 километрах, от Гродно в 80 километров и до Минска отсюда 200 километров. Деревня находится в 4 километрах от трассы М6, которая идет на Минск из Гродно, ну, либо наоборот, из Минска на Гродно, и в 2 километрах от поселка Большое Можейково, которое является агрогородком и районным центром для деревни Ищельняны. В Большом Можейково есть вся инфраструктура, которая нужна для жизни, ну, а достаточно близко М6, по которой вы можете добраться до крупных городов, и я уже сказала, до каких. Те дома, которые мы сегодня с вами будем смотреть, находятся вот здесь. Сама деревня с одной стороны пруда, а вот хутор находится с другой стороны. Это чтобы вы вообще понимали, где это и что это. Рядом есть станция железнодорожная, но от нее тоже примерно, сказали, около двух километров нужно идти пешком, ну, либо ехать на машине. Также, друзья, напоминаю, что я не оказываю услуг по поиску жилья. С этим вопросом обращайтесь в агентство недвижимости. И уж, конечно же, не спекулирую с жильем, не накидываю никаких денег. Хозяева оплачивают мне только транспортные расходы. И по всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к хозяину, либо хозяйке продаваемой недвижимости. Все контакты будут в описании под роликом. Итак, я вас встречаю вот в таком прекрасном месте. Как видите, озеро здесь, лес, убранное кукурузное поле. Сегодня солнечно, но достаточно ветрено. Вот тут что-то оставили, видимо, на развод, что ли. Несколько кукурузных стеблей, даже вон с кукурузой еще, почему-то не захватили в уборку. Но и вот, вот он, тот самый дом, ради которого я сюда приехала сегодня. И который вы уже видели в моих роликах. Ну что, мы уже познакомились и подружились. Да? Ну что, мы познакомились и подружились. Подружились, подружились. Да, да. Только не прыгай на меня, потому что у тебя мокрые лапы. Мокрые лапы. Все. Вот такой тут хозяин, и там он еще один. Итак, друзья, наверное, многие узнали этот дом. Он был выставлен на продажу, и у меня был ролик с этим домом. Он до сих пор продается, и цена на него снижена, друзья. И снижена достаточно прилично. Сейчас я вам все расскажу, что, почему и как. И может быть, все-таки дом найдет своего хозяина. Потому что сейчас хозяина здесь нет. Ну, в смысле, он есть. Но уехал в Минск. И я вот сейчас хожу здесь одна вам все рассказываю, показываю. Вот. В общем, дали мне этот карт-бланш в руки, чтобы вам все рассказать и показать. Итак, для тех, кто забыл, кто не видел, я сейчас вставлю в ролик кадры со своего первого ролика об этом доме. Чтобы вы могли иметь представление, что в этом доме внутри и все остальное. А уже участок я могу вам сейчас и сейчас показать. Итак, я переключила просто на широкую камеру, чтобы было сразу все понятно, что и где находится, и чтобы все было видно. Прихожая. Пол. Плиточка. Очень красиво. Небольшой диванчик. Тут, в общем-то, кому хочется, можно сразу так проходить в комнату. А можно вот так проходить в комнату. Но мы с вами пойдем, как всегда, налево. Мы сначала всегда ходим налево. А налево у нас шикарная, деревянная дверь. Просто аутентичная. Их, вообще. И здесь у нас котельная, да? Да, это котельная. Котельная. Кост помещения в доме, где лежат всякие щетки, веники. Пылесос. Вот он. Очень обрадовался, что мы зашли. Прям так сразу заулыбался. Печь. Это банная печь. Банная печь. Потому что, да, в доме у нас находится прямо баня парная. Вот. Раскрыл все секреты сразу. И котел туда и что-то еще. А, бойлер, бойлер. Вот бойлер с этой стороны. А все равно я Алену сняла. Ха-ха-ха. Она попала в кадр. И бойлер. И веники. Вот. Так. Ну, можете, вот тоже момент важный. Ну, как важный. У нас два котла. Вот этот красный внизу. Это котел твердотопливный, который топится на дровах. А вон в самом углу, такой маленький-маленький. Это котел электрический. Видите, какой маленький? Он тоже отапливает весь этот дом. Вот этот. Да. Благодаря нему мы, в принципе, зимой здесь находим в шортах. Ага. Это недорого. То есть, за прошлую зиму у нас счета за отопление дома составляли 100-150 рублей в месяц. В зависимости. То есть, 150 рублей в месяц. Только за отопление. Отопление. Ну, это электрическое. Да. Электрическое. И мой плюс 20-30. Ну, это подогрев воды же еще, наверное. Да, и подогрев воды. Не только отопление, но еще и подогрев воды. Это тоже. То есть, 150, условно говоря, рублей подогрев воды и отопление дома. Ну, и там 30 рублей свет. То есть, соответственно, 180 рублей, это все наши счета, получается, за обслуживание этого дома. Да, зимой. Ну, вы же еще и баней, наверное, активно пользовались. Вот. То есть, она же тоже топится. И вода. Ну, баню мы топим дровами. То есть, печень именно дровяная. Банная печь, но только дрова. Ну, чтобы, да. Угу, ясно. Идемте дальше уже. Я вообще прям балдиваю. Я вообще, ребята, прям балдею. Так, тут у нас получается, что... Толинолеум, да? Да. На кухне мы еще не сделали линолеум. Это практичнее, потому что если падает что-то на плитку на кухне, ну, есть вариант, что... Да, то есть вариант, что вы больше этого не увидите. Он помягче. Ну, и он теплее тоже. Здесь тоже вот такая дверь входная. Тоже такая же аутентичная. За дверью не менее аутентичная стена. Кирпичная. Ну, так и так видно. Тут просто книжный шкаф. И просто, да, ребята. Каждую деталь можно рассматривать по несколько минут. Кухня. Да, у нас полностью обустроенная кухня. То есть стиральная... Ну, а плита электрическая, вот еще. Электроплита, мини-духовочка, холодильник, вытяжка тоже. Ну, то есть стиралка, все как надо. Стиралка, все есть. Ну, такая кухня, такая в стиле лофт. В стиле лофт. Кирпич использовался из печки. То есть есть кирпич, который находится в дому. Это кирпич из печки, которая здесь была построена. Он сложен, обработан лаком, чтобы не пачкался, и руки не пачкались. Круто. Вообще просто. Вода, соответственно, у нас поступает из колодца. Но, как бы, есть гидробак, который в автоматическом режиме подает воду. Есть бойлер-подогреватель. Ну, то есть, как в квартире. Все работает, ребята. Тут вам на камеру все включаю, все показываю. Все, вот. Водичка. Все есть. Мы переходим с кухни в санузел и в баню. Открывайте. Вот, заметьте, да, это важно. В бане генералов нет. Поняли? У нас баня прямо в доме. Ну, то есть, зимой это вообще кайф, когда не надо бегать. На улицу. А девчонки вообще обожают. Опачки. Как вам, ребята? Опачки. Ой, как деревом пахнет. Боже мой. Как я это люблю все. Вот так вот, ребятки. Смотрите, какая красота. То есть, тут все, печка. Класс. Вот такая баня. И вот так, раз, так дверцу закрыли, и вы в бане. Оп. Потом дверцу открыли, и вы дома. Ну, разве же это не супер? Если вы не хотите в баню, а просто хотите помыться, то есть душ. Вот так. Ну, в принципе, из бани тоже вышли и ополоснулись в душе. Можно вот облиться со всей дури из ведра. Ну, что, давайте, Татьяна, я вас оболью. Хотите? Нет уж. Спасибо. Я как-нибудь пешком достаю. И здесь туалет. Тоже с раковиной и унитазом. Вот такой вот. Тоже аутентичный такой туалет. Вот. Что? Пойдемте в комнату? Пойдемте. Пойдемте в комнату. Опачки. Вот так. Через пороги я перешагиваю. И... Шикарный диван. Да, диван. Из поддонов. Да, из поддонов. Я вижу, да. Вот. Он делал из поддонов. Стол абсолютно деревянный. Тоже обратите внимание. Толщина слайса, наверное, сантиметров 8. Поднять его вдвоем надо два богатыря. Если мой партнер будет хиленький, мы не удачем его далеко. Да, диван из поддонов. А что? Вообще красота. Да, подсшиты специальные матрасики. Специально под размер диван. И на них можно спать комфортно как-то накрывать. В десятером. Ну, не в десятером, но да. Окна невероятных размеров для деревенского дома. Все пластиковое. Отопление, как видите, хозяева не обманули. Все есть. Так. Вот. Нет видеосигнала, правда. Не все есть. Видеосигнала нет. Это надо хлопнуть. Чик-чик. Опа. Ага. Заработала. Магия. Заработала. Вид из окна. А, кстати, мы вид с веранды-то не показали. Я вам покажу вид из окна. На мою машину не обращайте внимания. И вот если вы прям вот хорошо обладаете острым зрением, то видно, что там озеро. Нас потом покатают. Мы вам покажем. Да. Я не знаю, как камера отсюда передаст. Глазами-то я его вижу, но камера, может быть, его так и не воспримет. Здорово. Шикарнейший шкаф. Аутентичный. Пока еще он не переделан. Ну и второй свет тоже важный момент. Да. И здесь есть второй свет. Классно дышится. Крыша. Утеплена. Да. На крыше у нас 300 миллиметров лежит утеплителя. Утеплитель в два слоя сделан. Ну, для наших шарелок обычно достаточно 250. Вообще люди не заворачиваются и ложат 200. Но я... У нас был спор даже с супругой, и мы долго спорили на этом. Поэтому я сделал 300. Чтобы зимой было тепло, летом было прохладно. Потому что там наверху тоже есть красота. Пойдемте туда. Такая вот лестница. Вот такая вот лестница. Конечно, вот эта лестница для детей, наверное, не очень подходит. Нет. Ну, вы знаете, хотя бы 9 лет не подходит. Для меня она великовато. Ступеньки немножко великовато. Она великовато, да. Немножко шаг слишком... Чуть-чуть бы поменьше. Вот. Здесь у нас спальня. Как видите, для кучи-кучи народу. Вот такая спальня. В принципе, здесь можно обустроить индивидуальную спальню. Если народу мало. А из спальни такой вот шикарный вид. Как вам? И свежий воздух. То есть тут спишь с открытым окном. С этим. О, меня видно. И тут так прохладненький. Такой ветерок дует. И шумит ветер. Сами понимаете, здесь очень тихо. Никого нет. И ночью только звезды и вы. Ну вот. А теперь давайте посмотрим, что в этот раз предлагают вместе с этим домом. Немножечко изменились условия продажи. Но сейчас все расскажу вам. Итак, к этому дому прилагается участок размером 1 гектар. Здесь небольшая площадь вот так огорожена. А вообще этот участок продолжается вот туда вниз. Там такой лес. Но все это дело можно устроить по своему желанию. Скажем так. Раньше здесь была пасека. Вон там стоят ульи. Сейчас с этой стороны зайду вам. Вон, видите. Наверное, видно вам за деревьями. Вот. Итак, к этому дому прилагается участок в 1 гектар. Но рядом с этим участком есть еще один участок, который тоже продается. Вот я зашла через калитку и оказалась уже на втором участке. Выглядит он тоже очень красиво. Здесь много деревьев. Есть сарай вот такой вот. Есть дом. Сейчас я вам все покажу. Вон там еще один сарай. И много-много-много зелени. Второй участок размером тоже с 1 гектар. То есть, смотрите. Получается, в продаже сейчас 2 участка по 1 гектару. На первом участке вот тот самый красивый дом с баней и со всеми удобствами сделанными. На втором участке дом, к сожалению, не такой красивый. Выглядит он вот так. Он, можно сказать, жилой, но жить в нем сложновато. Там внутри есть рабочая печь. И, в принципе, комната более-менее жилая. Но он, конечно, требует либо хорошего капитального ремонта, либо вообще просто подснос. Сейчас я сюда зайду. Это все разрешили открыть. Вам все показать. Вот так здесь внутри. Здесь, к сожалению, дыра в полу. То есть, ни в коем случае сюда не наступать. Вот. Но покажу вам отсюда. Здесь есть комната. Даже с мебелью. Вот такая рабочая печь. Все, сказали, прекрасно работает. Все топится. Ну и вот, в общем, такой вот домик. Так. Главное, мне тоже опять куда-нибудь не провалиться. Здесь кладовка, но кладовка закрыта. Видимо, с той стороны открыть я ее не смогла. Да, прекрасный сундук. Вот так вот все. Здесь тоже есть проход туда в комнату. Но тоже я там не полезу, потому что все заставлено. Вот, как видите, такой дом здесь на участке. Его либо ломать, либо использовать, может быть, как какое-то подсобное помещение. Ну, в общем, не знаю, друзья. Вот он есть. Я вам его показываю. Что я могу еще сказать? Сейчас выйду обратно. И пока прикрою дверь. Вот так. Идемте дальше. По этому, все еще по этому участку. Здесь, можно сказать, плодовый сад с грецкими орехами. Сейчас я вам покажу, сколько здесь валяется грецких орехов. Клондайк. Там у нас еще три ящика собраны. В общем, тут только на грецких орехах можно сделать деньги, скажем так. Да, не знаю. Ну, хозяева не хотят их, видимо, собирать. Но собрали там три ящика. Вот. Здесь есть яблони. В общем, такой плодовый сад. Он что-то как раз и упало с какого-то дерева. Такой бубух раздался, как будто бы яблоко упало. Вот такая прекрасная поляна. Мне здесь тоже она нравится. Вот здесь за домом. Я так понимаю, что раньше... А, вон тут сколько яблок. Как бы мне сейчас столько вставать так, чтобы на них не наступить. А то нога может подвернуться. Здесь, видимо, был вот как раз участок. Видите? Так. Смотрю просто под ноги, чтобы яблоки не попасть. А то можно упасть. Вот. Посмотрите, какое прекрасное открытое место. Хоть здесь строй новый коттедж. Хоть сделай стадион. Ну и вот дом с этой стороны вот так выглядит. На участке есть колодец. С этого колодца идет водоснабжение в дом с баней. Заведена вода. Сейчас вам покажу все-таки. Вот этот участок. Также, естественно, этой водой, этим колодцем будет пользоваться хозяин и второго участка. Что, пойдемте еще дальше. В общем, гектар – это простор для фантазии. Здесь такая вот аллея из деревьев. Ой, здесь тоже много яблок. Вот они и падают сейчас. Смотрите, здесь какая аллея. Немного почистить. Можно здесь прогуливаться. Ну вот, мы почти дошли до конца участка. Здесь уже с забором отгорожен участок тех, кто продает эти два участка. Ну, здесь уже вот живут люди. То есть у вас будут соседи. Говорю сразу, что у вас будут соседи. Вот так. Покажу вам еще этот участок со стороны дороги. Он огорожен вот таким забором. Здесь много-много-много деревьев. А я вам иду в эту сторону показать ворота въездные, чтобы вы вообще понимали, как оно здесь все устроено. Итак, вот есть заезд на участок с этой стороны. Здесь пройдет любая техника в эти ворота. То есть можно заехать хоть на чем. дом. Буквально вот здесь находится дорога к озеру. Здесь просто чуть-чуть холмик и ее не видно. Но вот здесь вот есть съезд к озеру. Вот эта дорога. Дошла я сюда буквально, я не знаю, меньше минуты у меня заняло, чтобы пройти. Вот забор за поворотом ворота. То есть здесь пешком 2-3 минуты и вы прямо у воды. Ну и вот в эту сторону ворота, которые я вам показывала с той стороны. ворота, и ворота, итак друзья что по условиям продажи продается либо два участка либо один участок но либо один участок с домом который с баней он продается за 35 тысяч долларов если вы хотите брать два участка и 2 гектара то это все вместе продается за 41 тысячу долларов отдельно участок вот с этим домом не продается то есть либо вы берете два участка либо один с домом с который баня который ну обустроен под агроусадьбу его можно переделать в обычный жилой дом как обычно то есть там ну только мебель поменять вот так ну и конечно же по промокоду баба таня будет торг договаривайтесь с хозяевами все контакты я оставляю в описании под роликом звоните пишите думаю что договоритесь кстати предвижу много-много комментариев на тему что почему этот дом до сих пор не продан друзья вы знаете какая сейчас политическая обстановка в мире сюда приезжало очень много покупателей но все они были из-за границы из стран и из россии никто не приезжал сказали мне вот все они были с европы и к сожалению очень сложно перевести сюда деньги в общем то в этом случился и весь затык много людей которые хотели бы купить этот дом эти участки но они не могут сюда перевести деньги но а без денег сами понимаете что здесь делать вот так вот может быть сейчас найдутся все-таки покупатели которых есть возможность сюда перевести деньги либо они будут это делать за несколько раз ну я знаю что до 10 тысяч долларов можно перевозить без декларирования но в общем каждый находит какой-то свой выход из положения вот так поэтому цена снижена за дом с баней ну и плюс еще целый гектар смотрите может быть кто-то придумает здесь интересный бизнес но я с вами прощаюсь но далеко не уходите потому что про интересный бизнес будет следующий ролик да это я вам по секрету говорю интересный бизнес в деревне поэтому всем до следующего ролика пока пока